Дорогие друзья, вот то что происходит в Афганистане порождает множество всевозможных конфигураций политических союзов и планов на будущее потому что то что произошло с одной стороны для большинства людей является неожиданностью но по большому счету это все было уже запланировано это все было расчерчено расписано и по большому счету для специалистов или для тех кто глубинно погружен в эти процессы я уж не говорю для части правящих элит это не являлось сенсацией это не являлось каким-то неожиданным решением или событием выход американцев сначала из рака затем из афганистана как я уже говорил здесь связано с тем что американцы входят в новый шестой технологический уклад испытывают новую технологию глобального управления где главной особенностью является тот факт что не обязательно присутствовать непосредственно не обязательно держать своих мордоворотов можно действовать что называется удаленным образом сейчас это понятие широко применяется но очень популярна связи с ковидными делами и ковидный вопрос тоже возник не случайно потому что была отработана система онлайн его присутствие онлайн его контроля онлайн его обучения онлайн их проведения онлайн мероприятий ну и так далее то есть это уже стало некой обыденностью когда не обязательно собираться что называется офлайн собираться физическим образом можно виртуально присутствовать и по сути те же задачи и решаются конечно есть определенные нюансы нету личной химии взаимоотношений но в некоторых вопросах это и не нужно поэтому американцы исходит из того что необходимо существующие ресурсы аккумулировать мобилизовать и бросить для того чтобы сделать вот этот вот важный для них скачок потому что вход в новый вот эту вот на цивилизационную реальность дает им существенную фору перед остальными странами перед остальными державами и перед остальными союзами группами тандемами и так далее поэтому им важно вот сейчас пусть даже с неким имиджевым ущербом с некими имиджевыми потерями на это пойти но это того явно стоит потому что управлять можно как я уже сказал сидя за тысячи километров есть система дронов есть система контроля и система ну скажем так опосредованного влияния ну и конечно американцы поняли что им ничего не светит в гуне сам в афганистане им ничего не светит в ираке потому что тупо значит насаждать там свой порядок и держа там 200 тысяч человек штыков абсолютно без без перспективно афганцы на протяжении всей своей истории показывали доказывали что они непобедимы и что над ними не властвует ничто кроме закона всевышнего и также важно что турция начала некую такую свою игру некий свой маневр именно в этом регионе казалось бы где турция и где афганистан однако турция при эрдогане она стала действовать экспансионистки это по сути говоря происходит за счет ущерба внутри то есть экспансия за счет внутренних ресурсов то есть эрдоган отлично понимает что экспансионистское расширение во многом дает ему возможность не действовать внутри потому что позиции внутри турции у него не столь крепкий как это было там даже 10 лет назад и поэтому возможность экспансии это всегда отсрочивание что называется это всегда отталкивание проблемы на какие-то другие временные рубежи мы также говорили о союзе крипто союзе пакистана и турции связи с возможностью желанием турция создания ядерного оружия и здесь каким-то образом присутствует с одной стороны германия которая оттягивает турцию свою сторону и китай который стоит с одной стороны за пакистаном который обладает этими технологиями и в принципе готов поделиться ими с турцией но тут возникает проблема там санкции так далее что для турции сейчас очень болезненно потому что турции так испытывает колоссальные проблемы в экономике там просто галопирующая инфляция по 20 процентов и это создает напряжение это создает напряжение не только внутри как бы не только создает оппозицию инсайдную внутри общества но и внутри режима но и как бы ослабляет позиции эрдогана на внешнем контуре поэтому эрдоган бы вот не сильно ругается не сильно нассориться китаем при этом уйгурский вопрос он как бы держит на контроле то здесь все такая очень очень сложная такая вот узорчатость вот этих взаимоотношений перетекающая проблема значит перетекает в некую согласованность где-то общая позиция разрывается за счет невозможности стоять вот на консенсусе чего-то да я имею ввиду исламский вопрос и гурский для китая являющийся абсолютным негативом для турции являющийся абсолютным императивом и и в внешней и внутренней политики но при этом есть как бы вот такие сферы где они могут смыкаться и в этом смысле китайский прагматизм он учитывает эти особенности не всегда турция может действовать так промок прагматически потому что эрдоган заявил и позиционирует себя как абсолютно идеологизированный идейный и был ангажированный политический человек лидер и для него некоторые вещи эти болезни но все-таки есть некая взаимосвязь между турцией и пакистаном во первых по вопросу ядерного оружия как я уже говорил и по сути говоря обладание ядерным оружием это технологии сороковых пятидесятых годов то есть технологии 80-летней 70-летней давности и это не является прорывной вещью это вопрос прежде всего сдерживания это инструмент сдерживания раз во вторых это некий такой вход в клуб ядерных держав до куда входит там россии соединенные штаты великобритания франция китай и израиль который как бы не подписал конвенцию о распространении ядерного оружия но у него есть это пакистан и индия также да некие технологии есть у юар и по сути говоря вот они держат вот этот контрольный пакет акций этих дел ну так как сейчас все меняется как я уже говорил мировой порядок сейчас просто трещит по швам и он вот входит в новую фазу своего состояния где просто некоторые державы не войдут страны там державы третьего порядка например они просто отвалятся в ранг стран объектов но также это важно для того чтобы объединить усилия я имею ввиду турции пакистана для того чтобы создать некий космический кластер для того чтобы стать космической державой космические технологии являются базовыми для шестого технологического уклада раз во вторых эти технологии позволяют развивать все остальные инновационные вещи медицину опять-таки ядерную физику значит новейшее вооружение ну и и так далее более того это создает некую трехчастную военно-промышленную модель то есть подводное вооружение подводные и надводные до ядерные лодки которые имеют как бы боеголовки боевые ядерные затем это воздух самолеты бомбардировщики и истребители ракеты там класса земля воздух или другого класса и космос это третий как бы верхний я имею виду ближний космос это верхний план который закрывает вот эту трехчастную модель и дает возможность государству стране обладать вот этой вот этажностью который создает некий щит для более того он развертывает оборонно-промышленную систему и соответственно дает новый вплеск новый импульс для развития экономики технологий и инновационных отраслей жизнедеятельности то есть это очень важный комплекс не у турции не у пакистана самостоятельно нет возможности вкладывать огромные средства потому что это не просто взять и применить технологии технологии еще нужно разработать нужно фундаментальная наука математика физика где-то до теоретической часто и так далее то здесь важно чтобы это был кумулятивный эффект часть технологии конечно есть у китая поэтому китай хочет использовать этот тандем для того чтобы воздействовать на ес на германию германия хочет перетянуть турцию части пакистан на свою сторону чтобы они не дай бог не свалились в сторону китая и вот по сути говоря и турция германия и пакистан и китай они создают вот такой вязь которую прекрасно проиллюстрировал джордж мартин в своем еще не оконченном произведение песнь льда и пламени который мы знаем по сериалу как game of thrones игры престолов вот сейчас центр тяжести смещается в эту сторону афганистан является точкой такой же точкой является ближний восток и пакистан а я извиняюсь афганистан у талибов очень сейчас непростые взаимоотношения с пакистаном потому что некоторое время назад пакистан с подачи китая разгромил зону свободных племен визиристан так называемый да это по сути база талибов пуштунских племен и отношения после этого у них резко испортились но взаимоотношения с турцией у талибов достаточно хорошие и мы знаем вот это вот обращение которое адресовал спецпредставитель талибов в турецкому руководству с призывом помочь им поднять экономику промышленности технологии дать специалистов необходимых то есть здесь две стороны перетягивают талибов на свою сторону потому что это решающая сила в этом регионе вопрос даже не о тех не не о технологиях это вопрос обладания политическим духом это вопрос обладание некой неким политическим вектором который придает просто ускорение политическое да у китая нету политического духа до кита это громадина железками с технологиями но эта страна не имеет трансцендентного начала эта страна не имеет собственного духа эта страна не имеет политической стратегии эта страна не имеет политического политической философии полноценной она есть у талибов она есть у представителей политического ислама и поэтому вот эту вот песнь огня и льда мы наблюдаем сейчас это такой вот первый концептуальный подход к этой проблематике я надеюсь в следующих выпусках мы развернем более детально потому что здесь очень много важных нюансов технологических политических которые стоит раскрыть более предметно и более нюансировано